доброе всем при доброе 8 марта и сначала масленицы вас всех так я сейчас буду завтракать как уже понятно надела себе парчи потому что мы сегодня встречаемся с девчонками несмотря на то что здесь не отмечают 8 марта но мы же русская душа правильно и нам душа требует праздника поэтому сейчас поеду знаете сейчас расскажу я-то собиралась как бы ну как собиралась собирались одной девчонки потом другая позвонила давай в общем к чему я веду у меня все таки хоть подарки нам никто и не дарит из мужчин да вы знаете я как-то к этому и не привыкла чтобы мне подарки дарили на 8 марта понимаете то есть как бы в школе что ли привыкать в общем никогда не дарили подарки на 8 марта ну и школы не считать наверное да или там колледж все такое я к этому вообще не привыкла ну и в принципе как-то не знаю и дарим друг другу такие сувенирчики какие-нибудь так вот у меня один подарок татьяне есть потому что у меня там скоро еще день рождения я и приготовила такой ну нормальный подарок я думаю ей очень понравится вот тем более у него на днях скоро прям не сегодня завтра а вот второй девочки я об этом знал что мы все вместе встретимся в субботу а в субботу я работала а после шести как вы знаете у нас купить что-то такое в виде подарочка нереально потому что все закрыто то есть продукты можно купить а вот такой вот чтобы что-то какую-то посмотреть выбрать нельзя и вот я сейчас блинчики мои вот четыре штуки оставила себе остальные все отдала я ему вчера спрашиваю возьмешь а то не возьмешь конечно возьмешь с тарелку так с чем бы мне поесть сметаны или чем или с вареньем какие даже не знаю сметану чуть не хочется знаете с медом наверное буду и в общем сейчас поеду я поеду в лиму некор соседний город здесь 20 минут 20-30 минут на машине вот они там девчонки живут и перед этим заеду там вот где у нас лидл зайду посмотрю один магазин там dials посмотрю что-нибудь по какой нибудь фигню скажем так вот и поедем бухать мой набухать от громко сказано в 11 часов мы договорились встретиться кофе попьем потом может быть пивка каком-нибудь стопами вот посмотрим не надо печалиться вся жизнь перед ним пишите в комментариях как вы отметили 8 марта что вам подарили я мужу намекнула говорю чё ты мне подаришь на 8 марта он такой вообще-то принято типа подарки делать у кого праздник здесь действительно например если у кого-то день рождения то этот человек покупает там всякие вкусняшки и вот приглашает на чай к себе да так вот как мы там отмечаем не как-то редко бывает но вот может вот у нас допустим семья они покупают вкусняшки и вот на чай типа на чай на кофе часа в четыре всех приглашает ли он такой а у него скоро день рождения о говорю тогда готовься ты меня скоро день рождения пригласишь он так сразу хоп закусил губу губу и говорит у меня денег нет они все у тебя ему ну как обычно в принципе следом стамбовский на еще года на два его хватит а потом еще съезжу в россию за медом очень не люблю оставлять чарли одного дома он так смотрит на меня с таким взглядом типа ты куда я ему даю вкусняшку а он ее так это знаете это вперед и потом видит что я его ни с собой не беру и он такой раз выплюнул ее так него жалко но с другой стороны я знаю что он сейчас пойдет ляжет на кровать и будет дрыхнуть потому что когда приезжаю или прихожу откуда у него глаза такие знаете заспанные и узкие у нас дождь передавали аду а вовсю солнце светит вот и я сегодня даже губы накрасила представляете наверное впервые за даже не могу сказать за вот или за два уже хрен его знает ну типа мы же будем в кафешке сидеть правильно я вот намазала этим который не стирается ну конечно все равно потом сотрется ну все и на хрен ты когда меня обгонял если ты передо мной сейчас стоишь не ну ты посмотри на него главное меня не пропустил а сейчас перед моим носом встал и что-то там понес какую-то посылку но люди вообще тренды нуты сейчас заеду быстренько за это я хочу на таймкой подруга пранк сделать или что как это называется очень я купила подарок вот и как бы он будет с 8 марта и за день рождения а я что-то мы с ней переписывались я говорю вот блин мне это надо не успеваю в понедельник тогда надо будет съездить за что-нибудь гули купить подруги он такая ты его я да я даю везу орешницу помните который я нашла она мне все равно не нужна вот она орешки печет она говорит да ты ей мой подарок отдай а говорит а мне вот орешницу и хватит мне и сейчас я и так знаете вручу этот подарок и скажу это гулин на подержи вот она его увидит это в моих так мыслях моих я так думаю получится было бы здорово и скажет нифига себе а чё это ей такой подарок то а я скажу но это вот я тебе вообще-то купила но растет так как ты сказала что отдай его гуля дам его гули это в моих мыслях там знаете я вообще люблю вот говорю подарки дарить не не какие-то там вот прям вот на день рождения 8 марта вот увидела подумала человеке купила но если конечно позволяет средства и и желание ну вот поэтому я и говорю пожелание возникает не потому что праздника просто она возникает вот нет вы не думаете что я какие-то там бриллианты купила просто такой ну на 8 марта что можно купить я сейчас покажу что куплю гули на 8 марта какой-то такой презентик да но день рождения все таки хоть и не будем отмечать конечно ничего но все таки так что вот так ладно поехали я когда сюда поставил машину то они сказал подруга что зря это сделал потому что там наверху птички они обкакают всю мою машину ну знаете я бы не сказала что моя машина как она немного в пыли но это понятно у нас сахарская пыль несмотря на дожди но какашек нету так что все в порядке везу там подарки так надо снять надо снять одежду потому что жалко мужчина там что-то делать ну все нужно ехать домой пиво было безалкогольным так что кушать я уже не хочу поэтому что-то два пива выпила но мне там знаете плюхается и как бы как будто обожралась непривычные уже вообще мы раньше знаете сколько этого пива пили когда он очки где когда раньше ходили в каждое воскресенье же мы ходили делить этапы звонят всяких кому не надо мне вроде бы какие-то спамы кому сигнал вот там знаете кто говорит о мне не нужны права там водить куда ты едешь твою дивизию все это неправда права и машина это такая свобода вот я села и поехала куда мне надо когда мне надо не прося мужа кстати он даже не знает что я куда-то там уехала представляете я говорю потом сюрприз будет ну а че ну уехали ну посидели с подругами а теперь домой как моя любовь меня сдала как моя любовь меня доскучал да ты так скучал сильно да ты так скучал я тут один был скучно мне было да и все мам пришла пришла ну всё чё ты не плакай не плакай мне все хорошо чё ты но пришла же ну пришла за ты чё делала рассказы чё делала мениння чё делала чё делала сладкая рыба чё делала чего ты делала да скучно тебе так было как тебе скучно было как тебе скучно было как скучно было мою счастье ой ой Чеха расчетчик ера чути кера да ты что ты так кера с чути это ты что ну пошли 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 скорее скорее пошли вкусняшку дам какую тебе дать на печеньку скорей 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 Скорей. Вкусняшку. Вкусняшку тебе дала. Ой, мое счастье. Кусай, кусай, кусай. А я пойду переоденусь. Пока истерика немного прошла у него. Новую карточку прислали банковскую. Такая она красивая. Какого-то бирюзового цвета. Прикольная. Надо ее активировать. Классная. Та была. Но она и есть еще какая-то оранжевая. Сейчас покажу. Видите, какая. Мне даже больше та нравится. Единственное, сейчас все эти номера нужно в Алиэкспресс. Там я покупаю еще где-то. Надо менять номер карточки. Прикольненькая. Такая красивая, новенькая. Так, я сажусь монтировать влог. Смотрите, подарочки мои на 8 марта. Это вот Гуля подарила серум такой. Серум. Ну, серум. Сыворотка. Таня шоколадки подарила. С чайком, кстати. Сейчас заварю, попью. И вот такой гель для души, который пахнет просто офигенно. Вкусняшка. Так что, вот так. Тут мне пришло из Ивас Роче. Так, я правильно, наверное, говорю. Тут всякие скидочки и все такое. Посмотрю, может быть, что и заинтересует. В общем, сажусь монтировать. Надеюсь, вам понравится влог. Представляете, я такая героиня. Я прошла мимо русского магазина и в него не зашла. Вы представляете, как такое возможно? Вот так вот. Мне нужно было там в одно место сходить. Вот. И по пути, ну, вернее, не по пути, а прохожу мимо русского. И даже не зашла в него. Вот так вот посмотрела. Вкусняшек дофига, поэтому как бы... В общем, иду в поля. Прогульнуться немножко. Попила кофе, смонтировала видео с 8 марта. Вы уже посмотрели. Если не посмотрели, то смотрите. Ой, думаю, откуда у нас здесь школа музыкальная. Думаю, откуда музыка звучит. И вот, думаю, что лежать-то. Целый вечер потом впереди. Належусь еще. Тем более, Чарли все утро был один, воденешеньк. И надо и с ним прогуляться. Ветер у нас поднялся. Такой не сильно, но противный. Ой, куда я иду-то? Чарли, не сюда. Вам параки. Заблудилась в трех соснах. Женщины с пакетами идут. На коммуниздили, наверное, чего-то там в полях. И несут домой добытчицы. Что же у них там лежит? Очень странно. Прямо каждый, видите? Я заглянула к одной в пакет. Ну так, одним глазом. Короче, она одна несла салат. Котерыжку. На коммуниздили. Так вот, видите? С пакетом. С пакетом. Не я, одна горошек тыбзю. Люди прям с пакетами ходят. Ой, не могу. Сколько там это лечо стоит? Евро. Ну да, когда стыринное, оно вкуснее. Походили, погуляли домой. Принесли пожрать. Вот так вот. Так как я поела сегодня мало, пробуем еще раз яйцо пашот. На литр воды 2 столовые ложки уксуса. Вода у нас прокипела. Выбиваем туда яйцо. И не знаю, что получится. На видео у мужчины там так красиво. Ай, он сделал по-другому немного. Ну блин, ну ладно. Он слил какую-то там жидкость еще в яйце была. А я про нее забыла. Ну ничего страшного. Ням-ням-ням-ням. Так, потом как-то. 40 минуты надо ждать. Чтобы оно там сготовилось. Так, перевернуть, сказал, надо. Ну ладно, пускай, короче, готовится. Что-нибудь получится. Вот все время я делаю и не так. Так, теперь мне эти яйца нужно в холодильник положить. У меня яйца-то в принципе есть. Сегодня Танюшку пила яйца. Вот. Надо за фруктами ехать. Фруктов нету. Так. Папайя есть. Вот я съем яичко и папайю. Будет мне счастье. Что я сегодня съела-то? Два куска друга. И все. Два кусочка. Зато кусок тортика. Потом шоколадчик еще с чаем. В общем, всякой фигни сегодня наелась. Так, ладно. Посмотрим сейчас, что там с яйцом нашим получится. От пашота. Блин, ну там он как-то ее процедил, это яйцо. И потом в воду. Ну, я забыла процедить. Но ничего, я эту идею все равно докончу. Дождик передавали, а его нету. Странно. Все-таки синоптики иногда ошибаются. Ладно, сейчас посмотрим, что там за яйцо. Ну, этот пашот более-менее такой получился. Конечно, жиденький. Я его сейчас в шатай машине доделаю. Что ты хочешь? Что? В шатай машине доделаю. Ну вот, теперь другое дело. Немножко его поджарила. И теперь вкусненько. И папайя, и чай. Такой у меня ужин. И все, друзья. Я буду с вами прощаться. Опять пошла я монтировать. Жду от вас лайков, комментариев. И всем пока-пока до завтра.